МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотел бы я знать, зачем звёзды светятся. Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Или вот ещё, все дороги ведут к людям. Мы в ответе за тех, кого приручили. Кто из вас не знает эти цитаты из маленького принца Экзюпери? Трогательную тонкую сказку с глубоким смыслом совсем не лишней иногда вспомнить и взрослым. На сцене Московского Международного дома музыки своё прочтение представил артист Анатолий Белый. А знаменитые иллюстрации Экзюпери в буквальном смысле ожили под звуки оркестра Виртуоза Москвы. Все знают и любят его настоящие рисунки из книги. Они живут сегодня. Последние приготовления. Марина Соснина работает над заставкой спектакля. В этом проекте основатель театра живой анимации соединила сразу две техники рисования. Акварелью по воде и цветным песком по стеклу. Для этого была изготовлена специальная конструкция с двойным экраном. Снизу акварельная анимация, над ней рисунок из песка, который создаётся на глазах у зрителей. Музыка, анимация красками, анимация песком, которая такая же эфемерная, как и сам рассказ. И у меня сложность в монтаже, конечно же. Это всё по секунду, на каждое слово я должна запускать определённое видео. Я рисую, говорю. Яркие визуальные образы дополняла музыка Вивальди, Баха, Грига, Моцарта в исполнении оркестра «Виртуозы Москвы». Прославленный коллектив сам подбирал сопровождение к той или иной сцене. В начале звучит вторая часть из концерта Вивальди на скрипке с оркестром из цикла Ревнагода «Осень». Мы тут добавили некую краску для того, чтобы возникло ощущение космоса, безбрежного пространства. У Анатолия Белого «Маленький принц» в детстве был самым любимым произведением. Артист вспоминает, как заслушивался голосом Марии Бабановой, звучащим в свиниловой пластинке. С появлением детей у меня просто был пунктик, что это произведение и на диске, и вживую должен исполнять. Я, чтобы мои дети видели, слышали это. Потому что это то произведение, которое нам необходимо слышать и видеть периодически всем. Новое прочтение с детства знакомой всем истории придумала Юрия Березовская. Признается, это первый опыт воплощения подобного формата, когда в одно целое объединены разные виды искусства. И от происходящего захватывает дух и у детей, и у взрослых. Валерита Масленникова, Сергей Скоридов, Новости культуры.